Ничего не слышит, ничего не видит. Почти год в одиночестве на уличной остановке. Ольга Ивановна признается, уже давно ни с кем не общалась. После долгих уговоров согласилась поведать о своей судьбе. Говорит, родные все умерли. Квартиру продали, когда внук сел в тюрьму. Из документов – ксерокопия паспорта, несколько фотографий и пенсионные удостоверения. Попросить помощи не у кого, а в приют идти страшно. Как мне люди сказали, объяснили, что приют хуже тюрьмы. Из приюта, из тюрьмы выходят, когда срок кончился, ворота открываются. А из приюта никогда ты не выйдешь. На противоположную сторону улицы, к продуктовым ларькам, Ольга Ивановна ходит как на работу, просит милостыню. Иногда помогают окрестные жители. Каждый день на улице борьба за выживание. Летом была у нее большая рана ноги, она была обвинтованная вся там. Естественно, не было никакого уважения к ней даже со стороны людей. Там даже не подавали уже люди. Так вот она просто... Ходит женщина только с тростью. Давняя травма. Жизнь на остановке здоровья не прибавляет. Ольга Ивановна хочет вернуть паспорт. Она уверена, после этого ей начнут выплачивать пенсию, и она сможет снимать квартиру. Я потеряла веру во все. Вот видишь, я живу на улице. Мне 61 год. И я на войне, как на войне.